Денис Павлович, довольно-таки продолжительные получились, да, можно даже сказать, каникулы такие новогодние, почти три недели команда без игр, то есть чем все это время занимались игроки и тренерский штаб? С одной стороны, как бы нам можно было отдохнуть от игр, от давления чемпионата, то есть ребята немножко расслабились, а с другой стороны мы провели такой мини-сбор и делали в основном акцент на физические нагрузки, вот ребята хорошо нагрузились, работали в тренажерном зале и на площадке, очень много бегали и прыгали, вот последнюю неделю мы немножко сбавили нагрузки, начали уже готовиться к игре, но, конечно, в моральном плане я понимаю, что ребята устали, слишком много баскетбола, слишком много на них ответственности, но, я думаю, они профессионалы и с этим справятся. Второй круг для команды был менее удачным, мы берем в расчет только результаты, да, не игру там, не все, какая задача на третий круг, то есть, что вы хотите видеть от команды там в марте месяце? Прежде всего я хочу видеть хорошую игру, хорошую работу, чтобы ребята отдавались на каждом метре площадки, чтобы каждая игра для нас была каким-то самоудовлетворением, что мы сделали все в этой игре, вот это одна из главных наших задач, и, конечно, хотим видеть победы в каждой игре. Но и то, что мы проиграли невынужденные игры во втором круге, нам нужно это как бы восполнить, догонять, догонять упущено. Уже вполне можно говорить о каких-то турнирных задачах, то есть, где Днепр должен оказаться по окончанию регулярного сезона перед плей-оффом? Конечно, мы хотим занять как можно более высокое место, лучше первого, по-моему, ничего, пока никто не придумал, вот, но, наверное, это будет все-таки сделать тяжело, реально нужно все оценивать, но все равно хотим место занять как можно выше. Третий круг Днепр начинает матчем с Запорожьем, домашней игрой, то есть, об этой команде, о подготовке конкретно к этому матчу. Запорожье всегда было таким неудобным для нас соперникам, да, на выезде они играют, может, не так агрессивно, как у себя дома, вот, может быть, нам немножко повезло, что третий круг мы играем у себя дома. В Запорожье была очень непростая игра, очень непростая, и нам удалось вырвать победу в концовке, но знаем, что всегда Запорожье – быстрая, агрессивная команда, которая может хорошо забивать, которая может хорошо атаковать, и у них есть опытные, умные игроки, которые могут отлично защищаться, то есть, все равно эта игра будет для нас сложной, и учитывая, что такой был перерыв, то есть, я думаю, что это практически начало сезона заново. Два круга уже позади, то есть, могут ли соперники преподнести хоть какие-то сюрпризы, учитывая то, что составы практически не меняются? Я не думаю, что будут какие-то сюрпризы, потому что игроки все-таки остались те же, и, ну, мало, что можно ожидать от игроков. В принципе, я не думаю, что кто-то станет быстрее бегать или выше прыгать, а тактические, ну, тактические какие-то новинки, скорее всего, будут, но я думаю, что мы это все увидим в процессе игры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!